Бойцы разворачивают переносную установку разминирования. Она предназначена для преодоления минных полей. В условиях боевых действий украинские военнослужащие используют также и для заминирования позиций противника. Например, несколько дней назад они подорвали российский взводный опорный пункт на Бахмутском направлении. Результат – несколько десятков уничтоженных вагнеровцев. «Мы их успешно запускаем по скоплению живой силы и укреп районам противника. И это помогает нашим войскам потом проводить штурмовые действия. Непосредственно несколько дней назад нам удалось запустить с помощью нашего взвода два отделения разминирования сработали. Установили непосредственно на наших позициях эту установку. Это кропотливая работа. Внесли туда весь заряд, и всё удалось. Безопасно вышли, операция прошла успешно». Владимир – командир группы инженерного подразделения. Его зона ответственности – Бахмутское направление, где противник наращивает свои усилия и постоянно идёт в атаку. Но это несравнимо с тем, что было в прошлом году, константирует военнослужащий. «24 февраля наступление было такое, можно сказать, внезапное. А сейчас мы готовы. Сейчас мы готовы их удерживать, готовы их уничтожать». Успех на фронте зависит от слаженной работы всего коллектива. Владимир – старший в группе прикрытия. В случае обстрела сапёров он должен защитить своих побратимов. Помогает ему в этом надёжный друг – пулемёт Калашникова. «Это моя малышка, с которой мы достаточно хорошо воюем. Я с первых дней с ней. Достаточно часто она меня выручает. После каждого контакта за ней нужно ухаживать, чтобы меня не подвела в бою. Мы с ней уже как родные». Пикап, на котором Андрей вывозит сапёров после выполнения их задач, уже несколько раз попадал под обстрелы. Дважды в машине уже меняли лобовое стекло, и сейчас оно снова побито осколками. Но это не мешает в темноте без включённых фар добираться до позиций противника и возвращаться назад, говорит армеец. «Моя задача такая – взять, например, группу, завести её на выполнении боевой задачи, замаскировать машину, чтобы она была незаметная. Потому что если её заметят, то могут расстрелять, и парни могут не выбраться живыми. Мне надо её замаскировать, с парнями быть постоянно на рации, чтобы они мне докладывали, когда заканчивают задачу, чтобы я мог максимально быстро вывести их после выполнения задачи, тяжелее всего было в Солидаре, после этого под Кременной, там тоже было трудно. Потому что там лес, дороги непроходные, но тяжело работать везде, потому что всегда работаем в серой зоне». За год успешной работы инженерному подразделению удалось захватить некоторую технику. Сапёр Алексей показывает нам трофейный миноискатель, вспоминает, когда был его у одного из российских оккупантов. «Мы шли на задачу проверять дорогу, чтобы наша техника на изумском направлении проехала. И случайно встретили российского десантника, который тоже оказался сапёром и, так сказать, позычивали в нём немножко. Четир против. Тут есть чувствительность. И когда сбоку, слева, справа, то есть он радиусом ловит. И сильнее начинает ликать, когда поближе». На этих кадрах видны позиции противника и успешная работа по ним сапёров. И так будет со всей вражеской техникой и живой силой на украинской земле, говорят армейцы в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.